У нас сегодня лекция называется «Архитектура СУБД». Давайте, прежде чем мы про архитектуру поговорим, вы с Гошей встречались, да, вы очень удачно вовремя. Вы с Гошей встречались и с Гошей, наверное, разбирали бы деревья. Было такое? Да. Давайте зададим пару проверочных вопросов. Про то, что вы поняли про бо-деревья. Зачем нужны бо-деревья? Более быстрый доступ был. Более быстрый, чем в сравнении с чем? В сравнении с бинарным. С бинарным. Почему получается более быстрый доступ? Потому что мы считаем страницы, а не по одному элементу. И таким образом у нас что уменьшается? Или что ли это? Количество фетчерей? Количество доступов к памяти. Доступов к какой памяти? Либо ходить, а мы смотрим, где она находится. В внешней памяти. Соответственно, а вот у меня есть мои данные. Мне нужно их положить в бо-дерево. Как мне понять, какой у меня должен быть размер блока дерева? Какой вообще идеальный размер блока у бо-дерево? Ну, то есть, понятно, у нас есть некое понимание, что два элемента – это плохо на блок. Потому что это будет выраженный случай – бинарное дерево. Ну, наверное, вторая сторона – это все элементы в одном блоке – тоже плохо. Почему? Ну и что? Ну, оно может не уничтожить. Так, то есть, как нам найти оптимальное отношение? Как эту задачу, в принципе, решить? Она не алгоритмическая, она не алгоритмическая. Вы же в математике? Вы же вычислите на математику, да? Нет? Вы биолог? Отлично. Значит, решаем эту задачу математически. У нас есть какой-то континуум значений от 3 до n. Как нам понять, какое из этих значений оптимально? Что для каждого значения? Какая оценочная функция будет? Логарифт чего? О чем вы? Оценочная функция – количество элементов дерева. То есть, вот у нас, допустим, если… Типа у нас есть… Вот это у нас и i некое, да? Которую мы выбираем. Количество элементов в блоке. Вот понятное дело, что количество запросов дисков – это логарифт по основанию i от n. Да? Да. Понятно, что в этом случае очевидно, что она оптимальна, когда i равно n. Это будет что у нас? Единица? Да? Ну, то есть, понятно, что эта оценочная функция плохая, потому что она приводит к ненужному нам результату. Какая у нас должна быть оценочная функция? Оценочная функция, видимо, количество сиков не очень хорошее. Давайте в нашей модели еще поговорим. У нас какой компьютер, как он устроен там? Вот почему у нас? У нас есть какая-то внешняя память. Давайте нарисуем. У нас есть три квадратика. CPU. Второй квадратик. RAM. Третий квадратик. Внешняя память. Я его назову диск. Для простоты. Хотя мы понимаем, что сейчас дисков никаких нет. Есть шина. Да, есть шина. Шина. Соединили их с шиной. У нас тут побежали битики. Теперь давайте придумывать, как в этой модели CPU RAM диск нам оценочную функцию составить. Да, вот мы типа сказали, что это количество, если у нас i равно n, то типа единица идеальна. А i может быть равно n? Хорошо. Давайте. И может быть равно n или нет? Мы, если i равно n, мы хочем сразу все ею. А мы можем прочитать сразу все дерево? Можем, да? Почему нет? Оно большое. Оно большое. Почему оно большое? Почему оно физически может быть большое? Потому что здесь объем потенциально больше, чем здесь. Значит, i не может быть равно n. Значит, у нас i ограничено размером памяти. То есть мы можем максимум столько элементов прочитать за раз, сколько у нас памяти. То есть оптимальное значение, это вот у нас есть некое физическое значение нашей памяти на конкретном компьютере. И это оптимальное значение для дерева, да? То есть i равно не n, а i это равно там количеству некая, некая k, некая константа, которая равна столько элементов, сколько улезает в память. Нет, может быть, все-таки именно этой а единицы, которую мы за раз прочитаем в памяти. Ну, то есть если i равно k, мы за раз прочитаем в память k элементов целиком. То есть, допустим, у нас там получается, как бы, если представить себе, вот как, типа, вот у нас наш весь диск, это количество элементов на нем, да? Вот наша память, это некое окно. Вот мы это окно спозиционировали, фига, сосали, да? То есть такая летучая тарелка, она такая, раз. Так, это оптимально? Нет. Какие еще мнения, это оптимально или нет? Мы за раз разве можем это все прочитать? А что нам мешают? Взяли, прочитали, послали инструкцию контроллеру, чтобы он по такому-то адресу оперативной памяти разместил эти данные. Можем за раз прочитать в оперативную память весь ее объем. Ну, я подразумеваю, что там есть какая-то зарезервированная память под операционную систему, под приложение, бла-бла-бла, но здесь остаток мы можем за раз заполнить. Еще раз, оптимально это или нет? Какие мнения? Это оптимальный размер блока для бы дерева? Ну, еще кашевилый процесс. Есть. Ну, можно тогда еще меньше, можно с кашевилой. Ну, развеивай свои мысли, что нам это даст? Ну, это будет поиск. Поиск уже в оперативной памяти. Ну, даже в кэше. Да, в кэше. Ну, и что, ну, у нас давай посмотрим, там вам Гоша наверняка рассказывал скорость работы кэша. Я помню предыдущую, что называется, лекцию. Скорость работы кэша давал, там она в микросекундах. Скорость работы диска она в миллисекундах. Что-то как-то мне, от того, что у меня будет, у меня одно обращение к диску, оно в миллисекунду измеряется. В сравнении с, то есть от того, что у меня в два раза быстрее будет работать память, да, будет больше обращение к диску. Вы пока не туда копаете. Вы копаете во что? Мы спрашиваем, какой оптимальный размер блока Б-дерева. И мы сейчас смотрим, что? Стоимость чего? Чтение блока в память почему-то. Почему стоимость чтения блока в памяти является напрямую хорошей оценочной функцией для оптимального размера блока. У нас что, мы заблодируем и читаем блоки в память в основном? Записываем еще блоки, так. Мы и ищем. И ищем, да. Мы в натуральной памяти. Ну, короче, давайте проголосуем. Это хорошая оценочная функция или нет? Давайте мы сейчас дважды два равно пять, мы проголосуем. Кто за? Я за. Кто за? Двое человек за. Остальные трое человек. Ура. Ну, смотрите, я думаю, что ответ-то на самом деле неплохой при определенных условиях, которые мы почему-то допустили, но не осознали. Вот вы когда рассуждали, вы не осознали, что чтение блока в память это не все, что мы делаем с бедеревом. То есть, если мы только читаем, то это действительно оптимальная, значит, оптимальная история. Ну, да, мы еще и так... А, что у нас, какие у нас проблемы с записью? При таком подходе? Записка, все прошло бы, то есть все плохо. Ну, все бы записать. Ага. Ага. Почему? Ага. Ага. Почему? Ага. 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 Я предполагаю, что вы должны гораздо активнее шарить мозгами. Вот я как бы... Громче вслух рассуждать. Как понять, что долго? Что такое долго? Исходя из чего мы можем это оценить? Количество обращений. Количество чего? Ну, в смысле, из памяти в диск там. Ну, мы должны какие-то стоимости сформулировать. Да? Давайте стоимость чего-нибудь напишем. Вот у нас есть... Мы написали стоимость чтения. Это логарифм по основанию k от n. То есть, чем больше k, тем меньше это значение. То есть, с точки зрения чтения действительно все четко. Да? То есть, если мы только читаем. Осталось понять, соответственно, какая стоимость записи. Ну, чтобы записать, получается, надо будет прочитать первый блок. Угу. 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 Значит, n умножить на k. Ну... Не n умножить на k. Количество блоков. Ну, n – это его глубину. Ну, глубину графа, потому что он умножит на количество блоков. Не графа, а дерева. Да, 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 да. Значит, глубину дерева. Глубина дерева у нас равна логарифму. То есть, глубину дерева умножить на... Это у нас столько мы... Вот это мы прочитали столько блоков при записи. Мы сначала прочитали столько блоков, а потом еще записали один блок. Это запись, да? Угу. Да. Это стоимость записи. Ну, и что дальше? У нас есть, значит, 2 стоимостные функции. это стоимость чтения, она очень проста. Никакой подколки нету, я же не валю. Просто это на стоимость записи. У нас есть еще стоимость чтения. Логарифм k от n. Вот у нас есть более-менее 2 вида операции работы с деревом. Соответственно, для того, чтобы нам какую-то общую оценочную функцию вынести, нам нужно что сделать? То есть мы должны понять, какое распределение между ними. Что мы делаем больше? Читаем или пишем? Хотя вам пока еще не очевидно, почему это имеет значение. То есть у нас, грубо говоря, некая оценочная функция будет выглядеть так. Допустим, 0,4 умножить на стоимость чтения с 3 битов плюс 0,6 умножить на стоимость записи. Вот так будет выглядеть наша оценочная функция для конкретного варклоуда. То есть ключевым является, к чему я подвожу, что оптимальный размер блока зависит от варклоуда. А еще вы сказали, что типа нам нет смысла писать, если элемент маленький, а блок большой. А что такое маленький и большой? это, наверное, сколько элементов? Размер элемента, да? То есть, наверное, размер блока должен зависеть от размера элемента. Да? То есть, если элемент маленький, наверное, имеет смысл делать блок поменьше, элемент большой, блок побольше. Да или нет? А может быть нет? Да, но может быть. Но доказать не можем. Угу. Но у нас есть такое предположение, что, наверное, он может как-то зависеть. Потому что теперь, давайте, теперь смотрите. А мы говорим, что у нас вот здесь я написал плюс 1. А я справедливо написал плюс 1 или нет? У нас оборудование имеет ту же цену при записи, что и при чтении? Ну, то есть, запись может быть дороже чтения, может быть, дешевле чтения, да? Насколько запись медленнее чтения? Давайте загуглим, там сейчас откроем какой-нибудь диск, посмотрим, сколько он делает SSD, SATA, там 2 терабайта или что-нибудь там, 768 гигабайт, сколько он дает запросов в секунду на запись, сколько запросов на секунду на чтение. Да? Можно узнать? Ну, не в 10, но в 5-7, да. Это для SSD. То есть, там не единица. Понятно, да, к чему я клоню? Что в зависимости, вот мы оценочную функцию составили, в зависимости от доли записи, нам нужно аккуратно выбирать размер блока и от размера элемента. Потому что, если размер элемента все равно большой, то мы так и так придется его писать. А если он маленький, то можно избежать лишние записи, уплата лишней цены при меньшем размере блока. Так, а теперь давайте такой вопрос. А какой размер блока в ваших бодеревьях, которые у вас на компьютерах стоят? У вас же есть там бодеревья? Где у вас там бодеревья используются? Не знаете, да? Ну вот адресная книга, там есть бодерево? Не знаете. А файловая система, там есть бодерево? Какой там размер блока? В зависимости от того, как форматировали. Да. И? Не знаете. 4 килобайта в древние времена был, да, давным-давно. Сейчас не знаю, сколько. ОК. Ну, в общем, тут как бы вот из-за этой, минимизация этой функции, которая зависит от конкретных значений, дает оптимальный размер. Да? Да. А еще у нас есть такое понятие, как износ у флеша. У флеша есть ресурс. Оно бесконечное практически число чтений, но ограниченное число записей. Исчисляется миллионами записей, но все равно ограниченное. То есть нам еще и записи лишние следует избегать, потому что надо учитывать износ. Тоже можно подумать, как его учесть. Нам нужен второй вопрос. Проговорить, прежде чем про архитектуру поговорить. Это вы же имеете опыт использования СУБД, да? Селект там набирали в консольке? Кто не набирал? То есть не пользовались? Ну, то есть рассказывать вам, как оно устроено внутри, если вы ни разу это не видели, как устроена внутри машина, если вы ни разу ее не водили? Сложно, да? Примерно. Так, а кто знаком с теорией компиляции? У вас еще не было такого курса, да, ни у кого? Базово, как написать синтаксический анализатор? Простые правила рекурсивного спуска. Что? Ну, не все с ВМК. Нет, не все с ВМК, просто этот курс, он требует определенного уровня знания. То есть нам нужно, прежде чем, нам нужно просто под вас поменять программу курса. У нас действительно свободное посещение, но у нас же есть определенная как бы планка, да, чтобы мы сейчас не рассказывали вам всякий космос. Скажите, а почему? А вы молчали об этом, когда Гоша, я чувствую, я посмотрел видео, это надо вырезать будет. Я посмотрел видео, я видел, что там было, все внимательно слушали и записывали, но задавали мало вопросов, что свидетельствует о том, что как бы аудитория плывет. Почему вы считаете, что это корректно плыть? Мы же с вами, мы же как бы это все делаем не для того, чтобы вы там посидели, потратили свое чужое время и мы разошлись. Мы это делаем для того, чтобы, помните, я когда приходил сюда, я вам рассказывал, что задача конечная какая? Писать патчи. Да, конечная задача научиться писать патчи. Нет, слава Богу, некоторые товарищи вопросы задавали. Значит, давайте мы с вами про архитектуру суда, я даже не знаю, имеет ли смысл рассказывать про внутреннее устройство, если большое количество людей не знакомо с УБД на уровне, там, сделать несколько запросов и это самое. Я думаю, мы поступим следующим образом. Я сейчас вам импровизированным образом покажу то, что я смогу, потом я вас отпущу, потому что я не вижу смысла. Ну давайте мы пока пройдемся, пока у меня собирается баз данных с поддержкой SQL. Давайте мы пройдемся по, кратко по этим слайдам и я хочу получить от вас обратную связь, насколько это вообще в принципе понятно. Значит, когда мы говорим об архитектуре с УБД, я собирался рассказывать в основном про реализационные СУБД, потому что архитектуры там не реализационные, распределенные, графовые, она может быть совсем другой. И это первое реализационное, а второе классическое. Реализационные классические СУБД какие вам знакомы? Postgres. Postgres. Недавно вышла 11 версия. MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2. Какие еще? Redis не является реализационной СУБД. Все. Ок. Значит, почему реализационные СУБД, в принципе, были избраны. Наверное, вы с прошлой встречи должны были узнать, что есть разные модели данных, есть разные модели консистентности. Но вот мы выбираем реализационное СУБД. Потому что исторически и фактически сегодня реализационные СУБД продолжают доминировать на рынке всех СУБД. То есть они расширились, у них есть поддержка документов сейчас в большей части, есть поддержка XML в реализационных СУБД. Но они продолжают доминировать. То есть если там эти знания, они наиболее такие фундаментальные. Но мы говорили там, Гоша, и я знаю как бы контент, что в принципе очень широкий сейчас спектр СУБД. Разные они очень, да? Каждый под свою задачу. Но давайте посмотрим на вот эти. На реализационные. Когда ты смотришь на любую сложную систему, есть различные методы анализа. Анализ-то может быть декомпозиция, да? А можно наблюдение за динамикой, за тем, какие процессы происходят в системе. Вот я предлагаю вот эти методы анализа при рассмотрении архитектуры. Потому что иначе, мне кажется, совсем невозможно понять, почему она сделана так или иначе. Просто какие-то кубики. Теперь лекция сама. Сейчас. Лекция сама посвящена вот этой большой картинке, которая вырезана из учебника Database Systems Гарсии Малины и, дай бог памяти еще кого, Ульмана. Ну там три автора, да? Она есть в списке литературы. И она вот как раз говорит про вот эти вот все кубики. Почему они как-то между собой взаимодействуют? Эти кубики, они релевантны исключительно для классической вертикально масштабируемой реализационной СУБД. Что такое вертикально масштабируемая? Чем вертикально масштабирование отличается от горизонтального? В горизонтальном мы ставим больше машин. В вертикальном мы добавляем больше оборудования, дисков, памяти в процессоров уже существующих машин. Да? То есть, как это, как таким образом все эти модули, они работают более-менее в одном адресном пространстве, да? А в горизонтальном масштабируемом СУБД, разные части СУБД работают на разных машинах. Соответственно, у каждой части СУБД есть свое адресное пространство, свои модули. Они могут отвечать за разные вещи. Там, в принципе, может одной картинки не получиться, потому что может быть несколько сервисов. У каждого сервиса будет своя внутренняя архитектура. Ок? Значит, в конечном итоге то, что мы разбирали вот здесь сейчас с блоками, со всей этой, значит, задачкой в СУБД находится вот здесь, на самом дне. А для того, чтобы рассказывать обо всем остальном, нужно понимать, что какие дополнительные сервисы СУБД предоставляет, помимо, собственно, хранения данных. Значит, смотрите, я сейчас просто покажу для людей, которые первый раз видят предмет обсуждения в глаза, как выглядит интерактивная сессия для работы с одной из... Опс! Ух ты! Хорошо. Лучше. что тут не так я пока не понимаю а я понял готова отлично значит смотрите вот был у нас господин код которым там я думаю гоша упоминал который предложил модель хранения данных в виде плоских таблиц реализационная модель основной завет реализационной модели это то что значит у нас есть такие пэкс то есть множество состоящие из тапплс тапплс это множество состоящие из fields до fields это обязательно скаляры вот такое импровизированное определение первой нормальной формы то есть у нас обязательно должно все значения которые хранятся в субд должны быть скалярными конечном итоге значение полей эти скалярные значения полей мы собираем в структуры под названием тапплс или рекордс роуз до строки соответственно строка это некая фиксированный набор набор скаляров и таблица из себя представляет что то что имеет общий заголовок да то есть там содержатся только все строки с определенным одинак одинаковые строки строки у которых одни и тот же заголовок один и тот же формат можно сказать одни и те же имена полей одни и те же типы полей это из себя представляет таблицу то есть он сказал что все наши данные нужно декомпозировать до такого состояния чтобы можно было сохранить именно в такой форме какие альтернативные формы вы знаете нет альтернативные формы принципе реляционной объектные субд еще документ документная модель данных чем документная модель данных отличается от объектные не знаете да то есть вот смотрите быстро ответим на этот вопрос вернемся к нему я не знаю в отдельной лекции возможно что вообще не вернемся после того как реляционная модель получилась широкое распространение в 70-80-х годах у нас появился появились критики от модели потому что не все в этой модели адекватно отображается я думаю что гоша вам рассказывал пример с паспортом когда паспорт с одной стороны состоит из набора скаляров но с другой стороны там есть и не скалярные поля да то есть у нас с одной стороны объект один паспорт а отобразить его в реляционной модели мы адекват не может потому что мы вынуждены создать для него несколько таблиц так какие таблицы нужно создать для паспорта должен сохранить в реляционной суда паспорт у нас все давайте считать что есть только первая нормальная форма которая говорит что таблица это набор строк с одинаковым заголовком одинаковым числом полей в каждой строке и каждое поле должно быть скаляром что такое скаляр тоже понятно да серия номер паспорта это что у нас давайте давайте значит выписывать наши скалярные поля серии номер серия номер еще какие скалярные поля упадут кем выдан кем и когда выдан или кем выдан отдельно кем кстати давайте сразу указывать даты да вернее типы серия это число номер число я буду просто говорить ставить буковки а это вот у меня означать число код подразделения это число то может быть тире но что это тогда у нас строка кем выдан это у нас число или строка строка почему тогда нам кем и когда выдан не объединить в одну строку а окей строка кем это строка а когда когда это дата дата хорошо дальше что что имя фамилии отчество все путь пихнем в одну строку или в раз зачем чтобы искать потом не очень рассказать ну что это не будет зачем нам пихать имя фамилии отчество разные строки разные поля но и имя фамилии отчество все строки у нас бы одна длинная строка вот потому что мы будем искать отдельно по фамилии это интересно но может быть полнотекстовым поиском будем искать дети будут связаны через филу ты считаешь там же в паспорте указано филу уникальным образом идентифицирует человека неоднозначно соответственно поэтому дети мы не можем привязать к филу да соответственно хорошо но мы уже дошли до сути у нас мы дошли до детей наших любимых которые значит нас не помыл не помещается в эту историю до кем когда фи но фи и фи и о хорош мы дошли до детей дадить до детей как мы будем в революционной модели хранить детей паспортных детей ним не абы каких детей от тех детей что прописано в паспорт еще у нас есть важный адрес важная история с адресом адрес прописки айди ребенка пара людей видели революционный баз данных и как-то рассуждают а все остальные вообще плывут замечаешь вот да вы правы то есть смотрите у нас появляется отдельная таблица пас а вот у нас есть отдельная таблица собственно паспорт паспорт и это только ее заголовок а не содержимое и у нас есть отдельная таблица дети дети из паспорта у нас есть отдельная таблица адрес проживания адрес прописки потому что как вы помните там ставится штамп выбытие убытие да то есть у вас там сохраняется история изменений они текущее состояние только да хорошо вот это подход к кода до революционный подход что мы должны нашу информацию таким образом разделять у нас есть объектная модель в объектной модели как бы это выглядело у нас был бы нас было бы был бы объект типа паспорт в нем был бы хранился бы объект типа адрес если говорить о сложном объекте или коллекция объекта типа ребенок понятно то есть вот объектная модель она состоит следующем что мы определяем что у паспорта есть внутри как скалярные поля так и не скалярные не скалярные это либо сложные но сложные сущности но состоящие также из скалярных полей либо это коллекция до появляется понятие коллекции что мы в одном объекте можем сохранить коллекция других объектов а чем это отличается от документной модели не знаете да как говорите мы не знаем мы сразу я не буду молчать и там а тот кто знает то что я не знаю что вы знаете как удалось выяснить вы не знаете много чего значит необходимого соответственно в документной модели не накладываются ограничений на то что все объекты в одной коллекции имеет один и тот же тип данных так как в документной модели схема данных то есть сама структура объекта она не отделима от самого объекта в документной модели что такой документ у нас это что джейсон да в джейсоне у нас схема присутствует самом джейсоне кто не сталкивался с джейсоном вы не сталкивались кто не сталкивался кто не видел джейсона кто не видел html документом структура в нем в самом присутствует за счет того что структура присутствует в документе нет необходимости структуру выносить в заголовок этим документной модели отличаются от объектных теперь вот у нас есть соответственно простейшая коллекция таблица в реализационной модели когда мы создали в ней значит таблицу из трех столцов abc у меня простите я пишу как это суррогатный пример значит у нас два числовых столбца один строковый давайте да попробуем что-то вставить кстати обратите внимание вот я сейчас уже создал таблицу я попробую ее создать снова не говорят что таблица уже существует видите вот то есть первое что реализационная там subd позволяет это работает с каталогом данных создавать и удалять коллекции данных да можно сейчас ничуть все происходит конец серии а ну да конец серии у меня тупо кончилось питание и так увлек собеседы с вами давайте переключимся на вот эту штуку на все проблема да вот он мне не дает вставить это значение почему потому что я поставил второе значение в виде 25 на теперь давайте разберемся как это работает вот они давайте разберемся как это работает значит таким образом с убд удалось мне запретить вставку в данном случае двух строк ребята вот давайте уберемся на этот уровень на уровень деревьев какие действия предпринял с убд чтобы проверить что нельзя вставить еще одну строку давайте еще раз попробуем гадкое сделать проверила все значения и сравнивала смотрела если там уже такое да наиболее наивная имплементация она будет делать именно так она я пытаюсь ставить у меня есть ограничение целостности да это формально называется ограничением целостности целостности и я пытаюсь его нарушить для того чтобы проверить что я его не нарушаю на мне вот это вот значение поищет сравнить со всеми другими значениями в таблице да вторичный ключ нам позволяет этот процесс ускорить да каким образом у нас под капотом где-то там лежит бы дерево потому что там значение вот сейчас мы еще что-нибудь напишем вот вот еще такой запрос я смог выполнить я понятно что он делает да тем кто первый раз вот видит я еще смог найти все значения в которых значение этой колонки меньше исходной то есть точно так же может действительно его теоретически предположим мы можем его выполнить просто просканировав всю таблицу и отфильтровав те записи которые нужны да значит вторичные ключи нам позволяет этот процесс ускорить внутри там все хранится в бы дереве а вторичный ключ это какой-то магический соус который устроен как вы предполагаете пока никогда давайте об этом поговорим значит смотрите большинство с обед не делают конечно же полного перебора для проверки ограничений целостности значит просто вся система будет функционировать ужасно медленно но и какой-то особенной структуры данных которая бы позволяла объединить поиск по нескольким критериям нет хотя на самом деле такие структуры данных существуют какие r деревья да р деревья умеют искать по полигонам по нескольким критериям z z деревья да мы можем все там если у нас пространство там есть можем его разбить все z кривыми незнакомым вам такие алгоритмы да ну принцип там такой вот что мы делим продолжаем рекурсивно делить все пространство и обходите вот там вот так таким вот способом и вот уже самую кривую кладем в индекс то есть существуют способы индексе индексирования многомерных пространств но большинство субд не воспринимают эти два индекс как многомерное пространство поступают гораздо проще они берут одно дерево и в него складывается собственно значение создает второе дерево и в него складывать значение уникального вторичного ключа вот уникальной колонки да таким образом под капотом классическая революционной субд лежит набор взаимосвязанных структур данных которые субд для вас автоматически менеджет значит вот есть основная табличка которые каким-то образом у меня помещать мапится там на набор блоков б-дерево допустим вот эти строки это первый блок эти строки второй блок и у меня есть вторая маленькая табличка значит которая копирует значение уникального вторичного ключа прошу прощения вот так проще сказать вот здесь у меня будет сидеть 25 из моего примера 26 27 а здесь будет сидеть какая-то какой-то вид связи с первой таблицей да то есть я не знаю у вас в домашнем задании там было кэш обливе с алгоритмом реализовать и еще в теоретическом теоретически вы должны были реализовать бы дерево да то есть у вас если вы там я не знаю кто здесь знаком с языком си но все знакомы с языком си да соответственно теоретически вы должны были реализовать интерфейс из серии put который бы принимал воет звездочка двое звездочка и get который бы принимал который бы принимал один вот звездочка там и возвращал бы воет звездочка да то есть вот такую вот библиотеку которая бы в итоге все эти вот этот ключ это значение эти ключи и значения она бы хранила на диске то есть очень простой интерфейс соответственно здесь ключом является вот этот ключ а значением является ссылка здесь ключом является что является ключом основной таблицы что вот под капотом там бы дерево бы дерево можем сказать что это просто некой структуры данных которые есть интерфейс put и get put по ключу некого значения нет по ключу некого значения что является ключом данной структуре в основной таблице первое поле почему ну как несложно на значит экстраполировать потому что первое поле называется первичный ключ да она даже называется первичный ключ что такое первичный ключ в революционной теории это некий уникальный ключ до которого который присутствует там бы все происходит это что он спать ушел это некий уникальный ключ который присутствует в каждой записи то есть это мы для этого ключа выбираем соответственно соответственно вообще вот если вы посмотрите на определение с убеда чаще всего требует чтобы где наше определение видите я задал его как первичный ключ в определении прайм реки я написал явным образом что это первичный ключ то некоторые с убеда умеют автоматически если я здесь напишу например вот так не прайм реки очень горит сволочь то есть я должен задать клаузу прайм реки я должен указать что является первичным ключом и так значит под капотом у нас есть два бы дерева ключ для первого бы дерева я должен был задать явно в революционной базе данных а ключ для второго дерева она создала автоматически потому что я просто указал ограничение целостности и был автоматически создан индекс да второй бы дерева теперь стоит второй вопрос вот у нас есть вот я указал что это некая связь да как эта связь может работать ну то есть давайте сделаем следующее вот мне нужно проверить ограничение целостности давайте по шагам разберем как я его проверяю я вставляю сейчас строку сейчас какую-нибудь гадость попробую вставить ну допустим здесь у меня нет конфликт а здесь есть как вот происходит выполнение этого запроса на уровне хранения ну вот выдается же сволочь ошибка что мы делаем сначала мы делаем get да get откуда из этой или из этой get делаем из первой по значению 20 по значению 5 да 5 и ничего не находим следующим шагом делаем get по значению 27 находим его хорошо теперь тогда такой вот запрос сейчас не этот а а вот этот запрос как выполняется сначала значит ищем в этой таблице сначала мы ищем в этой таблице а что мы находим в этой таблице да некую некую вот эту вот вот этот кортеж да а что здесь содержится я вам сказал что здесь содержится некий указатель что это может быть вот у вас вот вы это все реализуете у вас есть вот это вот что вы сюда получите положите в качестве значения в эту таблицу в качестве value здесь вы в качестве value положите хвост вот такой да наверное ну или сам кортеж целиком в качестве value положите можно сэкономить и не хранить два раза значение ключа и положить только хвост можно сэкономить можно сэкономить да можно не экономить и сказать что у нас ключом является первичный ключ а значением является строка концептуально так проще хотя фактически все базы данных они повторно не хранят в качестве значения ну а там что что нам там разместить в качестве указателя мы же полностью получили эту строку что вы предлагаете первичный ключ таким образом такой запрос он что будет сделать он будет здесь находить первичный ключ а потом здесь по первичному ключу находить строку да то есть сколько он будет поисков по б-дерево делать суммарно два поиска а мы теперь что хотим мы хотим наверное быстрее делать чем два поиска или не хотим мы можем хотеть делать быстрее или нет хотеть можем хотеть можем а можно добиться того чтобы это было стрельбы встречи в два поиска на файлы да где-то на тот файл где будет храниться этот кортеж можем сохранить здесь указатель на позицию в файле где хранится вот это этот самый кортеж так делает постгресс а майской хранит первичный ключ да значит а почему они делают по-разному казалось бы указатель хранить всегда лучше давайте вспомним он про наш вот эту задачу там у нас были что чтение записи да у нас мы сказали что размер блока зависит от конкретного во-первых он зависит от конкретной конфигурации сколько у нас здесь сколько у нас здесь а во-вторых он зависит от вот этих чисел да а в третьих он зависит от размера ключа и размера значения мы сумели восстановить вот эти параметры как-то порассуждав а здесь как какие-то из этих параметров имеют влияние размер блока что у нас за ключ используется какое у нас отношение чтение записи что происходит при записи в таблицу в бдерево что происходит когда у нас мы записываем в блок потенциально другой совершенно ключ не относящийся к тому ключу что мы меняем но он попадает в тот же блок бдерево что у нас происходит что потенциально у нас можно дописать в полупустой блок а может блок разделиться на два да или вообще там происходит определенное я называю это ротацией хотя авторы ну знаете у вл деревьев там же и red black деревьев это ротация по сути в бдерев тоже ротация просто это не очевидно у нас может быть сплит да колес клип ротация вытаскивание элемента на верхние верхний уровень вот и как это влияет на нашу ситуацию нет посмотрите у нас есть два бы дерева здесь записан физический адрес в этом дереве мы потом берем сюда в вставляем что-то еще надо менять физический адрес отсюда мы какие делаем выводы что если у нас много записи нам невыгодно хранить физические адреса потому что мы постоянно будем менять сейчас много обновлений дерево теперь понятно почему они делают по-разному потому что все зависит от вашего варклоуда еще очень важен ваш варклоуд поэтому они все такие разные да значит окидоки с этой темы разобрались прежде чем вернуться к слайдам создадим чуть более рабочий пример а именно попробуем создать приложение под названием интернет магазин вместе с вами кто-нибудь делал такую штуку как интернет магазин ты делал ничего что я на ты отлично тоже ко мне может быть на ты значит ну давай жги нам нужна для этого база данных правильно чтобы в ней хранить ну соответственно и товаров потом на основном администрации должен быть ну там лицик лидеров то есть получается связь как бы main to main по одного юзера может быть много товаров просто сказка про синбада морехода у него было много товаров это прекрасно значит давайте у нас есть первую очередь товары товары у нас по-английски items назвать их items совсем уже старый стал значит это я про сейчас перечисляю сущности да и вообще подход который к проблеме подходит с перечисления сущностей которые связаны в лингвистическом поле проблемы лежат он как называется entity relationship design до проектирование по принципу сущная связь мы с вами берем проблему обсуждаем идентифицируем в ней существительные и взаимоотношения глаголы и это позволяет нам найти сущности их связи вот у нас есть товары как сущность у нас есть их количество это не сущность так что у нас есть еще какие еще есть у нас сущности покупатели customers что еще администраторы есть я не понимаю почему они важны пока что как этому записывать не буду что у нас еще есть что ну есть блин ну давайте не усложнять предположим что у нас блин каким-то образом есть уже товары все они вот они лежат вот они здесь давайте не будем про поставщиков про склад сейчас и с оплачение бы давайте просто продажную часть обговорим на здесь товары у нас есть покупатели что дальше происходит корзина корзина можем можем называть cards или bags shopping bags чуть покороче мы же за эффективность поэтому будем использовать более короткие слова bags что еще у нас есть корзины покупателей какие еще и сущности в процессе продажи мы набираем корзину дальше чекау доформляем заказ orders то есть корзина как после того как она оплачена называется orders да там еще много чего там есть еще shipments deliverers то есть ордер его еще нужно доставить есть tracking какой-то доставки есть supply chain то есть нужно еще работать с поставщиками остатки склад и так далее да но вот у нас есть эти три сущности значит давайте их упростим до нее до невозможности значит у этой сущности будет а значит айди кстати зачем создавать искусственный айди когда проектируешь революционную особенность почему потому что они могут меняться ну и что поликлиники был 205 26 понял а вот в случае с паспортом должен быть еще один отдельный искусственный айди или мы можем использовать другой айди номер паспорт у нас когда-нибудь меняется а это же будет уже другой паспорт или тот же ну там же казанина поеду человек один а мы же храним так таким образом это другой пастор другая а вообще вы понимаете разницу между сущностью объектом и информации вы меня простите я я же сами так часто буду встречаться можно я вас по это самое немножечко по патролю да вот чем отличается информация от от сущности паспорт это информация или объект а а если мы взяли информацию из паспорта или этот суббуде это объект или информация хорошо а вот я вам цифра 5 эта информация или объект бинго бинго а что значит как решим так и будет зависит от того какой у нас сценарий взаимодействия с значит этой сущности да она либо для нас предоставляет информационную либо сущностную ценность а что такое сущность вот как что я имею ввиду по сущности что мы вот концептуально когда мы говорим что вот эта сущность то это уникальный объект сущность и объект для меня синонимичны что для нас принципиального является этот стол это сущность это объект окей а мы можем о нем рассуждать как об информации сущность это что то что и обладает уникальной идентичность да в контексте нашего рассуждения да ничего не очень душно будет хотя может быть и будет давай сейчас народ все равно разойдется извините я просто люблю шум значит вот это к вопросу о том нужно ли нам нужно ли нам создавать уникальный идентификатор когда мы создаем уникальный идентификатор для что мы фактически делаем мы создаем из этого айтема некую уникальную сущность она начинает обладать каким-то своим жизненным циклом у нас есть некий идентификатор который уникальный идентифицирует для нас мы можем ее менять но при этом сохраняется историчность преемственность в виде этого идентификатора да большинство баз данных не позволяет изменить первичный ключ нельзя вот у баз данных есть операция апдейт вы знаете видели операцию да нет я вам показал только операции вставки значит вот у нас есть этот николай смотрите сейчас секунду я найду мышь 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 вот мышь вот смотрите значит мы сюда записали некую информацию пока что мы ее никак не интерпретируем это просто набор символов это как раз информация теперь мы предполагаем что допустим это я не знаю это как раз наш внутренний идентификатор а это номер паспорта да и то и то должно быть уникально у нас не может быть дублирующихся номеров паспорта но вот мы добавили свой идентификатор теперь смотрите мы можем теперь менять этому этой сущности отдельно номер паспорта да опа вот мы взяли и поменяли номер паспорта некому товарищу а теперь вот она настала николай получил номер паспорта другой другой теперь значит я хочу заменить вот так вот солдже разрешила где она разрешила ладно окей но большинство как бы это как это кстати наш продукт просто он еще в альфе я думаю что это богос этот он тарантул а почему тарантул взаимодействует со сквелем когда вы там выбирали сквелем может еще другие паспорта просто чертка получается да он и сквелем у нас один из языков так короче давайте вернемся к дизайну интернет-магазина потому что без дизайна интернет-магазина мы вообще не понимаем какую проблему мы решаем с архитектурой субдема сейчас только вот поняли что есть в реляционных субд вторичные ключи что есть вот разные запросы по первичным и по вторичным ключу и в базе данных должна автоматом выбирать нужный ключ для нужного запроса это мы поняли что это задача она решает давайте попробуем на базе данных сделать интернет-магазин значит есть айди есть наименование да а мы еще знаете что все таки нам нужен это items а это нам нужен этот самый как же она называется таблица остатки остатки по-английски ну резидив да это но но не в ритейле в ритейле используется другое слово инвентаре потому что нам нужно знать сколько у нас в магазине товара вообще в принципе это вот это описывает просто сами здесь есть айди и наименование да а customers тоже у нас есть айди name адрес bags что у нас будет лежать в бэге айди айтем а айтем айтем но бэг это отображение многого нам нужно в одном бэге будет лежать список список из айди айтем айди а значит айтем айди аккаунт ну и нам нужен какой-то номер по порядку внутри корзины потому что ну иначе мы ну списочную в революционной модели мы список не можем отобразить в чистом виде нам нужно вводить дополнительное поле чтобы список туда загнать да это как называется порядковый номер это будет позиция значит ордер соответственно это то же самое что бэгс по сути но только там получше появляется еще ордер дейт и статус там допустим оплачен не оплачен то есть ордер наверное даже можно просить да можно чтобы ордер ссылался как-то на корзину да мы создали корзину ордер внутри себя содержит корзину так то есть ордера появляются такие поля как когда он paid статус допустим у него может быть проще статус он оплачен ну просто может быть строка оплачен доставлен в доставке да понятно что мы не отправим в доставку ордер который не оплачен хотя можем поэтому наверное что-то будет посложнее ну главное что статус и bgid там должно быть наверное да то есть вот мы используем наши искусственные идентификаторы для того чтобы ссылаться с одной сущности на другую да то есть в итоге у нас появляется такая картинка бэкс бэкс извините что я криво пишу поэтому вам наверное не очень видно ну смотрите у нас у нас есть items соответственно бэкс по сути концептуально ссылается на айтемс Она содержит какие-то айтемы. Ордерс, соответственно, баг также ссылается на кастомера, потому что она какому-то кастомеру принадлежит. Значит, ордерс ссылается на багс. И косвенно через багс, наверное, ссылается тоже на кастомера, да? Потому что из бага он может получить адрес кастомера и всю остальную информацию. А кастомер, он как бы, может быть, не зарегистрированный, в смысле? Не, ну понятно, что кастомер может быть не зарегистрированный в любом современном интернет-магазине. Но эта штука обходится относительно легко. Мы создаем некого одноразового кастомера, который сначала не содержит просто его куки. Понятно, что за куки я имею в виду, да? Кому непонятно, какой куки я имею в виду. Давайте на эту тему и сейчас распишем наши с вами операции в магазине. Человек пришел на сайт. Что мы делаем с этой базы данных? Создаем кастомера. Человек на сайте положил что-то в кардину. Думаете, когда положил, стоит создавать кастомер? Как только он заходит. Записываем о нем информацию. Что предложить ему в магазине? Нам нужно записать о нем информацию куки сразу, чтобы его трекать. Да, чтобы знать, что он делает. Но это не принципиально, мы можем поспорить. Короче, мы создали кастомера. Дальше, когда он кладет что-то в товар, мы создали бэк, да? Корзину, первый раз. Мы создали ему корзину. Когда он добавляет что-то в корзину, мы должны найти его существующую корзину. Как мы находим корзину? У нас здесь соотношение один к одному. У нас не может быть у одного клиента больше одной корзины, да? Один к одному. Я с вами продолжаю. Вот то, что я и процесс, который я делал, называется entity relationship design. Проектирование и сущная связь. Вот я сейчас установил, что у одного клиента может быть только одна корзина. Это проблема предметной области. Мне нет смысла создавать им несколько корзин. Одна корзина может быть только одна открытая корзина. Но тогда мы можем в состоянии корзины целиком копировать в ордер во время чекаута, да? Либо мы можем закрывать корзину и говорить, что у нас есть одна активная, одна неактивная. Как мы поступим? То есть мы просто, у нас есть одна единственная корзина, но много ордеров, да? Да. То есть у нас получается тогда в ордере ссылка не на корзины, а на кастомеры напрямую. Да? Это к вопросу, что мы делаем. Так, один. Здесь один к многим. Значит, дальше, давайте проговорим дальше. Мы положили, значит, вот этот товар в корзину. У нас есть ордера. Значит, пока у нас кастомер набирает товары, они добавляются сюда, в корзины, да? В его корзину. Когда мы делаем чекаут, мы копируем корзину, создаем из нее ордер, корзину опустошаем, либо удаляем. Да? Значит, у нас тут еще есть сложное взаимоотношение с инвентарем, потому что есть инвентарь из себя представляет некую информацию о том, сколько у нас айтемов в остатках. Да? То есть там, по сути, ID айтема. ID айтема и аккаунт. Да, и когда мы, соответственно, делаем чекаут, мы должны уменьшить наш инвентарь. Правильно? Мы должны каждое значение, которое здесь присутствует, вычесть из инвентаря, уменьшить на единичку, на двойку, сколько человек чего заказал. Правильно? И опять же, у нас чекаут может не пройти, потому что это число может уйти в минус. Аккаунт. Да? Или мы как с вами будем поступать? Мы, может, не будем позволять добавлять ордер в корзину, айтем в корзину, если мы при чекауте можем уйти в минус. Не будем? Нет, он еще не отрицательный. Вот у нас, допустим, смотрите, может, какое быть. У меня есть товар, который... Ну, это классная логика. Кажется, легче. Мало ли кто сколько сет в корзину наперется. Да, на выиграть. Так можно, на катапу можно в магазин. Что-что? Так можно просто зайти, быть очень злобным богатином. Наложить себе в корзину, и никто не сможет этот товар купить, да? Я могу ничего себе. Прямо что-то товар. Хорошо, а если я продаю авиабилеты, то меня стоит продавать авиабилеты? Ну, они же там продают. По российскому законодательству нельзя, а так можно. Окей, хорошо. Значит, оки-доки. Теперь смотрите, к чему это важно. Потому что у нас возникает еще понятие транзакций, да? Где у нас здесь какие-то сложные манипуляции, которые требуют транзакции? Когда клиент зашел, у меня простая операция. Я взял, добавил одну строчку сюда. Ну, оплата. Самая покупка и оплата. Покупка и оплата. Да, мне нужно, во-первых, опустошить корзину, положить, создать ордер, уменьшить инвентари. Мне нужно выполнить три операции над разными сущностями и сделать все это атомарно, да? То есть вторая задача, которая решает база данных, это управление транзакцией. Соответственно, вы можете себе представить, мы же все будем спускать на самый низкий уровень, да? Нам нужен какой-то механизм, который позволит атомарно несколько B-деревьев менять. По принципу, все или ничего. Окей, и еще важный вопрос. Значит, вот я, когда эти изменения даже в контексте транзакции делаю, да, что у меня происходит, если у меня одновременно несколько чекаутов проходит? Ну, то есть у меня, я вот, представьте себе на уровне B-деревьев, да? То есть, опять же, я залез в это дерево. Я проверил, что каунт не отрицательный, что там у меня, я покупаю два айтема, здесь есть два айтема. Параллельно со мной другая транзакция чекаутится, там тоже полезла, залезла, проверил, что два айтема есть, ничего не нарушается. Она, если ее, да, да. Лок. У нас есть еще задача блокировок, да, взаим, то есть это разные задачи. Задача атомарности и задача консистентности. Нет, но обычно, как бы, когда мы покупаем, мы можем, как бы, дооплатно, мы можем его сделать фортер, а если он не купит, то можем не идти назад. Да, понятно, мы это проговорили. Мы поговорили, что в бэкс, в корзину, в шопинг-карт можно положить до, даже не сверяясь с инвентарем. Мы это проговорили. Я говорю, вы меня, ну, как бы, не услышали. Я говорю, что если я несколько покупателей сразу в чекаут, сразу в несколько покупателей. Такое возможно. Последовательно тогда выполнять просто? Выполнять все операции последовательно, у нас не будет система масштабироваться. Вообще. То есть у нас, грубо говоря, у нас, мы больше, чем... Ну, условно, да. То есть Amazon мы так не сделаем с вами. Хорошо. То есть последовательно не подходит, есть задача блокировок или какого-то разрешения поддержки консистенции. Эта задача тоже решает базы данных. Теперь ко мне приходит начальник и говорит, значит, давайте я хочу понять, какие у меня наиболее трендовые товары были в этом году. Как мы это сделаем? Информация же в базе есть? Как на этот вопрос ответить? У каждого товара есть свои уникальные ключи. Чем? Уникальные ключи больше по товарам? Нет. Просто модерн. Трендовые товары. Какой смысл у трендового товара? Нет. Нет, чаще всего, может, у меня, блин, я не знаю, мыло. А его чаще всего покупают. Или я не знаю, что, может, там какие-то базовые товары, их покупает хлеб. Их покупают чаще всего, но они не являются трендовыми. Трендовые товары – это товары, которые растут в популярности. Ухажем, он производит посчитать. Ну, тогда, которые вначале не были популярны, а в конце они стали. Да, да, да. Вот у нас есть эта информация. Как нам это сделать, имея эту информацию? По дату. Ну, например, выбрать какие-то промежутки времени, а потом сравнить, где разница была самая большая. Это не пойдет, потому что мы должны нормировать. То есть мы позапрашиваем там каждый какой-то на промежуток и строим график. По этому графику уже все видно будет. Мы каждый месяц запрашиваем, например, по всем товарам, сколько у них покупок в год. А потом смотрим за год, по каким товарам вот эта разница между месяцами возросла сильнее всего. Ну, это много будет, конечно, считать. Смотрите, в современной религиозной СУБД трендовые товары можно найти одним запросом. Одним. И для того, чтобы нам разбирать, как бы, часть, значит... Нет, я имел в виду ровно вот эти вот манипуляции, когда мы строим некий тренд, нормируем этот тренд относительно общей популярности товара и сравниваем тренды между собой, то есть находим товары, у которых нормированный тренд наиболее быстро растет, можно сделать одним запросом. Блин, для того, чтобы этот запрос... Вот просто для того, чтобы этот запрос написать, нужно хорошенечко потренироваться в SQL. Ну, мы сейчас будем предполагать, что... Я не знаю, там, какую-то модель вам задачи, чтобы понять задачу оптимизатора запросов SQL, нужно, наверное, другую задачу дать. Давайте другой вопрос зададим. Значит, мне нужно найти... Просто трендовые товары, наверное, сложный запрос. Мне нужно найти товары, которые либо ни разу не были проданы в этом месяце, либо входит в определенный список, либо они ни разу не были проданы в этом месяце и не входят в определенный список. Вот так вот. Товаров. То есть, допустим, у меня есть список каких-то товаров-исключений, мне нужно еще найти товар, которые ни разу не были проданы в этом месяце. Давайте попробуем вот такую вот задачу решить на этих сущностях. Просто не такую сложную. А как у нас это будет происходить? Сделаем временную таблицу. Временную таблицу. Практически любой запрос может быть решен с помощью временной таблицы. Давайте попробуем без временной таблицы. То есть, у нас 100 и нет. Что? Ну, и 100 и то есть. Нам нужно найти товар, который ни разу не продался в последнем месяце. Да. Мы знаем, у нас есть история в виде ордерс. У ордерса есть дата, и там есть список товаров в каждом ордере. Сейчас, сейчас. Ты чуть-чуть знаешь, да? Мы выбираем дату, которая нужна из зона. Потом пересекаем на сайт. За пересечением, которое будет. Не-не-не, в этом месяце. В этом месяце. Мы выбираем две даты. А, ну вы понимаете, смотрите. Вы знаете принципы революционной теории. И вы тоже знаете принципы революционной теории. Сейчас я почему-то на вы, извините, я буду путаться. Значит, но я хочу, чтобы вы на уровне бодеревьев это мне объяснили. В общем, эту проблему, проблему оптимизации мы еще отдельно разберем. Но давайте теперь просто чуть-чуть вернемся к лекции, посмотрим, что можно из нее вам как-то понять. Значит, задача этой лекции, повторюсь, была в том, чтобы продемонстрировать работу базы данных на всех этих блоках. Вот здесь вот наверху у меня где-то определена точка взаимодействия с UBD. Здесь написано User Applications, то есть пользовательское приложение. И здесь вторая точка взаимодействия с UBD – это администратор BD. То есть мы предполагаем, что администратор BD посылает запросы из серии «Создать таблицу», «Дропнуть таблицу», «Создать индекс», «Удалить индекс». Понятно, да, уже сейчас, что это такое? Вот первичный и вторичный ключ не обязательно при создании таблицы создавать, его можно отдельно создать. А вот этот пользователь посылает запросы из серии «Вставить в такую-то таблицу такие-то данные», «Начать транзакцию», «Закончить транзакцию», «Удалить данные из таблицы», «Обновить данные в таблице», «Либо найти, собственно, селекты». То есть для того, чтобы как-то дальше рыть, нужно будет разбираться в селектах. Попробуем не особо разбираться в селектах. Теперь, значит, сначала. Вот с точки зрения динамики мы будем на этом курсе, я надеюсь, и в том числе и на пересекающемся курсе с компилятором, разбирать вот эти вот все фазы в деталях. То есть получение запроса клиента вам рассказывает на сиспроге, как работать с системами, с вводом-выводом, с персоной системой, с сетью. Парсинг. У нас есть отдельно компиляторы, да? Курс по компиляторам. Кто-то был на нем? Чуть-чуть. Дальше. Оптимизация запросов в целом и построение плана в упороне. Оптимизация плана запросов – это тоже часть, связанная с компилятором. Выполнение запроса – это часть, связанная с хранением данных, с транзакционным менеджментом, с распределенной системой. Здесь мы опять возвращаемся на транспортный физический уровень, как мы там отвечаем клиенту, да? То есть практически по всему мы будем более глубоко копать. И эта лекция посвящена тому, как из этих кусочков собрать полноценный продукт. Парсинг. Значит, первым шагом, который в Субуде выполняет, мы практически всегда сейчас имеем дело с высокоуровневым языком, является синтаксический анализ запроса. Кто имеет представление о синтаксическом анализе? Вы имеете, да. Значит, задача синтаксического анализа какая? Создать из запроса некую предварительную структуру, из которой потом можно будет создать программу, которую мы выполним. Да? То есть синтаксический анализ создает некое внутреннее представление. Значит, в Субуде, в отличие от классических компиляторов, проблема стоимости синтаксического анализа стоит достаточно остро, потому что практически каждый запрос, она заново синтаксически анализирует. Есть так называемые prepared statement, да? Подготовленные запросы, которые единожды проанализированы. Но практически сейчас всегда от них отходят, мы стараемся передавать запросы заново, там, потому что просто так проще. Значит, изначально, почему, давайте разберемся, почему был избран сиквел как язык, в принципе, взаимодействия человека с УБД? Вот, кто-нибудь, кому-то задавался вопрос, почему так было? Зачем, зачем вы избрали сиквел? Почему избрали вот этот вот select, update? Зачем, зачем язык был избран никаким, а не каким-то другим? Почему? Какой победил такой? Победил. По скорости, по долбался, по переносимости. Переносимости. То есть там немножко каких-то из этих плацдатов, поделаешь просто? Как вам кажется, наиболее интуитивно, удобно работать с УБД? Вы как-то писали, вы программировали? Наверное, удобнее всего можно было, чтобы у каждого метода, у каждого объекта в вашем приложении был метод save, нет? Зачем вам создавать, допустим, insert запрос для того, чтобы сохранить какой-то… Я не знаю, вы писали на скриптовых языках в питоне, вы же всегда практически ORM-ом пользуетесь. А зачем избрали SQL? Зачем этот синтаксис придумали, если проще гораздо сделать ORM? Получается, значит, что парс на SQL строится проще, чем на другом чём-то. ORM уже просто обёртка. ORM — это просто обёртка. У нас появляется дополнительная обёртка. Смотрите, насколько проблема. У нас, во-первых, революционная модель. Нам нужно разбить это на несколько таблиц. У нас есть объект, им нужно положить несколько таблиц. Потом у нас… То есть мы можем из-за такого синтеза ограничить пользователей, может, именно так, чтобы при этом эффективно всё выполнять? Понимаете, вот есть такое понятие в истории. Для того, чтобы понять какую-то историю, нужно понимать психологию людей, которые жили в том времени. Эти люди — это были другие люди. Люди, которые придумали SQL, они, по сравнению с нами, они неандертальцы. То есть мы сегодня решаем на порядок более сложные проблемы, чем те проблемы, которые решали эти люди. Они фактически создавали первый такой спротшит. Microsoft Excel не было. И с базы данных работали математики. Математики создали какой-то более-менее структурированный язык, который может напечатать человек. То есть этот язык был предназначен для того, чтобы его печатал человек с консоли. Он должен был быть прост, помнемоничен, декларативен для того, чтобы человек им пользовался с консоли. То есть он вводил данные, например, с консоли чаще всего. Не программным способом. А данные вводились. То есть вся транзакционная семантика направлена на то, чтобы позволить с консоли удобно работать с баз данных. В сессии консольной тебе предоставляется консистентная информация. Сейчас мы живем с этим легоси. Просто-напросто. Не говоря уже о диалектах. О диалектах тоже можно отдельно поговорить. Значит, поэтому сегодня мы работаем с этим легоси. Наша задача первая — это эффективно распарсить запрос, который к нам пришел, создать некоторые внутренние представления. Результатом этой штуки является вот такая вот конструкция. Естественно, эта конструкция внутри программы представлена как некий граф из узлов, либо дерево. После анализа... Я вообще по всему этому должен буду, естественно, пройтись отдельно еще раз, более подробно. Потому что сейчас мы уже, конечно же, будем завершать. После анализа следующей фазы является... Наша цель — это построение программы, да, выполнение. Когда к нам приходит текст, мы еще не знаем маппинга этого текста на конкретные объекты СОБД. На таблицы, на ограничения, на права пользовательские. Вот на каком-то этапе здесь мы достаем информацию из так называемого системного каталога, каталога метаданных СОБД, и уже строим реальную программу. В этот момент включается вот на этой картинке. Вся подсистема работы с... Сейчас, секунду. Вся подсистема работы с... Смотрите, есть... Где-то у меня здесь был отдельный... Отдельный блок, что вот здесь есть метаданные. Вот смотрите, мы забираем отсюда метаданные. Метаданные, когда мы забираем, мы делаем это при взаимодействии с вот этим модулем concurrency control, то есть модулем блокировок, чтобы, запустим, таблица, с которой мы начинаем сейчас работать, она просто ее... Вот этот товарищ администратор у нас под капотом не удалил. Не под капотом, а как это называется? Пока мы работаем, у нас за спиной не удалил. Что? Отдельного доступа. Конечно. Ну, блин, ну... То есть вся эта система, она, естественно, многопользовательская. Сейчас просто голопом по Европам. То есть у нас вот здесь первый раз при каком-то анализе, построении программ возникает проблема блокировок. Потом эта проблема конкурентного доступа возникнет еще многократно, когда мы, собственно, саму программу будем выполнять. Потому что если мы, допустим, вывели в результатах запроса какую-то строку, которая, пока мы эти результаты еще не отобразили, была удалена, опять же, говорим о конкурентном доступе, это тоже не годится. То есть нам нужно еще во время выполнения запроса тоже обеспечить консистентность того, что мы делаем. Дальше сам по себе анализ, синтаксический, семантический анализ в SQL и в любом другом языке. На сегодня это достаточно сложная история. Это теория компиляции. Про это отдельный курс. Там есть целый ряд оптимизаций, начиная от каких-то оптимизаций на основе правил, заканчивая оптимизациями на основе распределения данных. В результате у нас рождается некий план выполнения. Но пока что это очень абстрактно. Я бы хотел, конечно, чтобы мы на гораздо большем уровне детали это все обсудили. И фактически план мы рождаем не один, а много. Наша задача, задача оптимизации, это выбрать наиболее оптимальный. Мы рождаем, когда план, у каждого плана есть некая суммарная оценочная стоимость. Она выражается в трех... Тоже отдельный вопрос, в чем ее выражать. Но чаще всего она выражается в трех величинах. Это CPU, количество инструкций, количество обращений к памяти и общий объем памяти, необходимый для выполнения запроса. Потому что количество обращений — это количество инструкций. и количество обращений к диску. И здесь достаточно сложно сравнивать между собой параметры. У нас есть план А, к которому требуется много памяти, но мало обращений к диску. И план Б, у которого требуется мало памяти и много обращений к диску. Какой план лучше? У нас, ну, мы, понятное дело, что используем, ну, допустим, у нас там 100 мегабайт памяти условных, да? Вот план А использует 100 мегабайт памяти, но условно там 100 обращений к диску, план Б использует 1 мегабайт памяти и 1000 обращений к диску. А где сколько сейчас их думают? Да, ну и что? Плана всегда лучше? Ну, если у нас достаточно памяти, то есть... У нас всего 100. А вы уверены? Наверное, нет. Но тоже как бы не уверены. Опять же, давайте думать о критерии. Какой может быть критерий выбора между этим планом? То есть готовы ли мы будут повиснуть в случае чего, если мы будем, что еще у нас? Конкурентность, да? То есть критерий, это количество такого рода запросов в полете всего. У нас фактически эта задача, она задача выглядит следующим образом. Вот предположим, что у нас есть 500 таких запросов в очереди. Что нам с этой очереди лучше делать? Нам лучше запустить их все параллельно, либо нам лучше отдать каждому из них память и каждый из них выполнить по-быстрому. Это зависит от очень многих параметров, в том числе от того, какие требования к СУБД в принципе предъявляются. Она должна оптимизировать по времени ответа, или она должна оптимизировать по стоимости, относительных затратах на выполнение каждого запроса. Понимаете, вы знаете, в операционных системах реального времени, да? Там есть, там в целом оверхед выше, потому что там и предоставляется определенная гарантия исполнения. Здесь та же самая проблема. Здесь я говорю о каких-то разных оптимизациях. Здесь я говорю о том, что за метаданные. Здесь мы рассуждаем про то, как именно у нас альтернативы при работе с вторичными ключами могут вставать. Здесь я пытаюсь построить план выполнения для одной таблицы исключительно. Значит, дальше мы должны были разобрать, каким образом строится план выполнения в случае нескольких таблиц, какие там возникают основные развилки при принятии решений. Чуть подробнее речь идет далее о захвате блокировок, а потом мы берем и разбираем сторидж. сторидж из себя тоже представляет целый ряд подсистем, которые предназначены для эффективной реализации конкурентного доступа и транзакционного контроля. В итоге получаем такую красивую картинку. Собственно, этой картинке посвящен наш курс. Это то, с чем вы будете сталкиваться, когда будете работать с нашей СУБД. Если будете писать нам действительно какие-то патчи, но я считаю, что если вас тема системного программирования интересует, то это прямо то самое, что вам стоит разбирать, с чем вам стоит разбираться. То есть альтернативный подход к тому, как понять, как работает СУБД, это посмотреть, какие процессы в ней существуют, как они между собой взаимодействуют. Я говорил, что чаще всего это одно адресное пространство, но это не значит, что это один процесс. Большинство современных продуктов, они, естественно, многопоточные или многопроцессные. MySQL используют потоки, PostgreSQL используют процессы. Что лучше, потоки или процессы? Времени мало. Тоже обсудить надо. Это форматная история, как это устроено на диске. Ну и на этом, наверное, должно было быть все. Я думаю, что мы ко всему этому, мы всего этого коснемся. Просто тут вопрос вашего, вашего, так сказать, вовлечения и желания подготовиться дополнительно. Я думаю, что с учетом вашего в целом, так резюмируя наше общение сегодня, с учетом вашего в бэкграунд знаний, наиболее правильно есть вариант этих лекций, выложенный на YouTube. Кто нашел и смотрел? 14-го года. Нет. Наиболее правильно посмотреть на 2Х. Я думаю, что для вас это не составляет проблемы, раз для меня это не составляет проблемы, смотреть YouTube на 2Х. посмотреть материал курса. Там перед нами, нам предстоит еще 6-8 лекций, каждая из них, она углубляется в каждый из этих блоков. И без понимания, зачем это нужно, мне кажется, вообще неинтересно разбираться в том, как это работает. Что на техносфере были? Посмотрите «Техносфера» СУБД Осипов, погуглите. Там 11 лекций выложено. Соответственно, и это поможет вам уже приходить приходить на лекции более подготовленными. Я думаю, что в этой группе наиболее релевантным был бы курс, который бы дал бы сначала углубленное представление о языке SQL. Это рекурсивные запросы, аналитические запросы, представление графов внутри релизионных структур. Просто чтобы голову поломать об эти все концепции, которыми мы сегодня работаем. Я говорю, что сегодня мы фактически смотрим на это как историки, а не как... Это нельзя ни с какой позиции объяснить, кроме как с исторической. То, с чем мы имеем дело сегодня с СУБД. Вот. Но с учетом огромного накопленного легоси, с этим надо разбираться. Я думаю, что... Так. Вопросы какие-то. Еще. Давайте сделаем так. Тот, кто присутствовал на сегодняшней лекции, посмотрите видос. Он на час от 2014 года, посвященный архитектуре СУБД. Задайте вопросы в чатик. И напишите мне в чатик, стоит ли прийти и рассказать эту лекцию. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует...